всем привет меня зовут ника и добро пожаловать на мой канал в сегодняшнем видео я хотела бы ответить на очень частый вопрос на моем канале о том как залить каток в своем доме вот такая вот у нас сегодня интересная тема для обсуждения видео я расскажу причину почему я залила каток у себя в дворе а также советы рекомендации которые у меня накопились за четыре года заливки поэтому если вы готовы то давайте начнем свой каток я заливаю уже четвертый год так я живу в частном доме и у меня есть возможность залить каток непосредственно только для себя то это правило как вы понимаете применимо для таких же людей с частным участком в некоторых дворах есть свои хоккейные коробки которые в принципе заливаются городом то есть это все обеспечивается другими людьми лично у меня поблизости такой хоккейной коробки нет и именно поэтому я решила что нужно попробовать сделать нечто подобное самостоятельно все это началось к видный год когда катание было под угрозой я тогда только пришла в любительскую группу по фигурному катанию у меня была такая тяга кататься такое большое желание просто каждый день выходить на лед что я выдала родителям такую идею что давайте зальем хотя бы небольшой участок буквально лужу чтобы я могла просто стоять на льду все начиналось да именно с очень маленьких размеров не удалось уговорить родителей и так как я живу в сибирской части россии где у нас очень холодно зимой и полгода можно сказать у нас зима поэтому в моем регионе каток можно залить довольно таки рано и растает он довольно таки поздно если вы живете в другом регионе где потеплее с этим конечно могут быть проблемы поэтому тоже ориентируйтесь на этом собственно в первый год а мы сделали очень небольшой каток то есть у нас есть огород и на поле картофель нам мы организовали такую территорию площадочку которая в дальнейшем заливается водой чтобы получился каток то нужно вообще чтобы залить каток нужно найти для него место а чем больше места тем лучше как вы можете понять не у всех есть большая территория для этого но выберите оптимально ровное место без сильных наклонов я сейчас объясню почему я думаю все прекрасно понимают что вода она не будет строго параллельной земле если у вас идет какой-то бугор какой-то наклон то вода будет стекать в эту ямку под этот бугор и для того чтобы вам закрыть всю поверхность льда вам нужно будет вылить очень много воды это будет и долго и в целом довольно таки невыгодным поэтому перед тем как заливать каток обязательно подумайте позволяет ли вам вообще территория это сделать если у вас растет какая-то трава осталось с осени выкопайте ее потому что вот эти вот торчащие травинки будут вам сто процентов мешать и вообще новым не надо и также я советую вам выровнять целом всю поверхность то есть чтобы не было вот этих вот естественных бугров до любая поверхность практически такая кроме за асфальтированный да но постарайтесь сделать землю максимально ровной может когда вы начнете заливать воду вот эти вот бугры они будут заливаться дольше и вам нужно будет больше слоев воды чтобы уже можно было кататься на вашем катке такой получился каток очень большой важный момент сразу сделать бортики места много кажется поверхность неровные но мы старались сделать все максимально однородно вот такие просторы еще один важный момент после того как вы нашли место для вашего к . убедились что она более или менее хорошо вам подходит что у вас там вокруг нет ничего какого-то не знаю угрожающего для жизни то теперь можно задумываться о том из чего вы будете делать бортики бортики и самое простое это сделать из земли из той земли которую вы равняете ее можно подгрезти непосредственно сделать бортиком желательно сделать бортики повыше потому что при заливке основной массы льда и при дальнейшей заливки для более хорошего катания более гладкого льда вода будет наполняться наполняться и чем выше бортик тем больше у вас запас на дальнейшую заливку проследите чтобы они были примерно на одном уровне, чтобы нигде не было прорехи и вода не вытекала. Можно сделать бортики из какой-нибудь деревянной рамы, но тоже желательно без каких-то дырок и так далее, потому что вы понимаете, вода не застынет сразу, она будет выливаться и проследите этот момент, чтобы не получилось плохой ситуации. И сейчас у вас возникнет вопрос, те кто пробовали заливать каток, давайте признаемся, что вода тупо впитывается в землю. Что делать? Чтобы лед замерз, нужна температура 0 и ниже, но на самом деле вода сразу не замерзнет, как только вы ее вылили, она конечно же будет впитываться в землю, если это не асфальт и не плитка, там какая-то бетонная и так далее, она конечно же будет впитываться. В первый год мы начали заливать каток, когда еще не было сильно холодно и поэтому да, первые слои были вылиты, можно сказать, просто в землю, просто напрасно, но вот уже в том году первый слой уже схватился в корочку. А мой совет это заливать первый слой, да и вообще любой другой, вечером, ну можно сказать в ночь, потому что ночью температура, разумеется, будет ниже, чем днем и как раз вечером вы вылили, она уже схватится какой-то корочкой и за ночь все неплохо промерзнет. Как вариант, я не знаю, будет это работать или нет, но постелите на землю, не знаю, какую-то пленку. Я точно не уверена, хорошая ли эта идея, потому что возможно она будет как-то отходить или еще что-то. В качестве эксперимента можете рискнуть, я не пробовала. Так что если вы живете в довольно-таки теплых районах, просто смотрите прогнозы погоды и оценивайте, замерзнет ли лед в такую погоду. Если даже ночью минусовая температура, но днем солнечно и плюс, то я не советую даже заморачиваться и тратить воду, свои усилия и время, потому что вода просто уйдет в землю и бесконечная возня с этой водой просто вас утомит. В том году у меня каток был уже залит и я на нем каталась, кажется, первый раз уже в 20 числах ноября. Вот такая вот у нас холодрыга осенью уже. Поэтому, соответственно, заливать я его тоже буду где-то в середине ноября. Возможно, чуть раньше. Опять же, нужно смотреть по погоде. Желательно, чтобы и днем, и ночью был минус. Как заливать воду? Откуда вообще взять столько воды? Те, кто живет на участке, наверное, понимают, что вода берется из скважины и она не стоит каждый литр, да, там какую-то определенную цену. То есть, лично для меня это не в убыток. Может показаться, что каток это очень дорого, это очень много воды, один расход. Вообще, как это сделать? Ну, на самом деле, да, вода у нас из скважины, соответственно, она у меня в неограниченном количестве, спокойненько поступает на каток, а весной она, собственно, увлажняет землю и, собственно, все. Нормально все, это безоткодное производство, так сказать. Поэтому, для того, чтобы удобнее было заливать каток, я советую организовать какую-то систему подачи воды, не таскать же его ведрами. У нас для этого есть обычный шланг, то есть, мы его раскатываем, включаем воду, заливаем, затем сматываем и уносим в теплое место, чтобы вода, которая осталась в шланге, не заморозила вообще всю систему. На самом деле, я точно не подскажу, какой водой лучше заливать, горячей или холодной. Вот на этот вопрос я не могу ответить, потому что горячей водой мы не заливаем. Ладно, вода, она как бы бесплатная, но чтобы ее согреть, нужно какое-то электричество, какая-то энергия и просто вылить это на улицу, ну, как-то пока мы до такого не дошли. Поэтому просто заливаем холодной, обычной водой и вроде как все нормально. Прям совсем-совсем в мороз, когда у нас минус 30, минус 35, минус 40. Бывает такое, что пока ты зальешь всю площадь катка, в каких-то местах вода уже схватится и начинает в какой-то момент собираться буграми. Прям по слоям видно и видно, что это все неровно. И чем больше каток, тем сложнее залить его ровно. Здесь у меня тоже нет такого прям хорошего совета, как этого всего избежать. Нужно просто следить и качественно заливать каток, а не просто бросил воду, разлил ее там, ну, дай бог, как-нибудь там сама растечется. Если вы вот так поступите, то у вас будет просто сплошная неровность, кататься вы на нем не сможете и это будет в целом не очень приятно. Нужно тщательно брать шланг, возможно, нужно какой-то, как он называется, как распылитель, как это? В общем, как улейки, чтобы все не одной струей шло, а как-то распылялось, а так залить будет попроще. На самом деле результаты заливки иногда бывают не очень хорошими. Я пока что не выявила таких прям закономерностей, при какой погоде лед замерзает ровно, при какой погоде он замерзает буграми. Иногда он дает трещины и к этому всему нужно быть готовым, потому что уличный лед, он не будет таким идеальным, как в ледовых дворцах. И даже открытые катки, которые платные, их тоже заливают машиной и они будут более качественные, возможно, чем ваш домашний каток. У нас нет таких технологий, чтобы ровно полировать этот лед. Нам приходится заливать довольно-таки много, не совсем ровно иногда получается, но надо сказать, уличный лед, он почти всегда такой, он всегда менее качественный, чем лед в ледовых дворцах. Не ожидайте сильно многого. Возможно, с первого раза у вас не получится идеального катка. Это довольно-таки непросто организовать, поэтому если у вас получится хотя бы небольшой закуточек, мне кажется, это уже хорошо. В этом году каток у меня будет просто какой-то огромный, мне уже страшно, как мы его будем заливать и как я потом его буду чистить после мощных снегопадов. Но меня это очень радует, потому что когда будет холодно, когда он зальется у нас, я смогу в любой день, в любое время выйти на свой каток и покататься. Еще один очень важный и вредный момент, который порой останавливает от того, чтобы пойти покататься, это скатывание льда и дальнейшее его обновление. Как вы понимаете, никто за вас машину не выгонит и не зальет после вас лед, чтобы вы в следующий раз вышли на идеальный гладкий отполированный каток. Это все вам придется делать самим. Кроме того, вы не можете занавесить свой каток какой-то крышей. Соответственно, любые осадки будут оставаться на льду. Вам придется подметать хоть вот такой вот слой снега, хоть вот такой вот, сколько у вас нападает. Периодические заливки, чистка льда, это все будет обязательным, вы без этого никак не обойдетесь. Заливать лед нужно будет уже, когда вы наберете основную массу, более тонкими слоями, уже не так проблематично. Я, как правило, заливаю после каждого катания, либо же после двух катаний. Подметать приходится после каждой тренировки, потому что площадь не такая большая и я катаюсь там, как правило, либо пока я совсем не окостенею от мороза, либо пока я не скатаю лед. Соответственно, если он не скатанный, на следующий раз он будет таким же. Поэтому вот такие дела. Если у вас есть какие-то вопросы касаемо катка, то задавайте их в комментариях. В телеграме я спросила вас, снимать ли мне такое видео. Я решила записать его и выложить пораньше, чтобы те, кто планировал залить каток этой зимой, смогли это сделать, узнав какую-то информацию и мой опыт за 4 года. Конечно же, я буду снимать влоги с катка, с моего домашнего и с ледового творца. Там тоже я снимаю с тренировок. Заходите на мой канал, у меня много интересных видео. Вот. Любые новости, какие-то обновления я обычно публикую в свой телеграм-канал, поэтому тоже подписывайтесь. Такой домашний каток это просто прекрасная возможность тренироваться больше. Я очень люблю, просто обожаю свой уличный каток. На нем я в первый раз прыгнула аксель. На этом катке я могу делать, что хочу, потому что тренер мне не говорит, что делать. Я могу отрабатывать любые прыжки, если мне позволяет площадь, да. И, собственно, тренируюсь в свое удовольствие, катаюсь в свое удовольствие. Поэтому, если у вас есть такая возможность, обязательно попробуйте залить себе хотя бы небольшой каток. Я уверена, вы не пожалеете. Большое вам спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Ну, а мы увидимся в следующих видео. Пока!